МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Федирко и вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. Александр Эндерс просит вмешательства в расследование дела об убийстве Веры Захаровой депутата ЗАГС Собрания Сергея Абрамова. Главе эксподрядчика, строившего космодром Восточный, продлили домашний арест до середины августа. Обвиняемый в убийстве 10-летней школьницы и своей племянницы Веры Захаровой Александр Эндерс написал письмо депутату Законодательного собрания Амурской области Сергею Абрамову. В письме он просит депутата как человека, который имеет полномочия, вмешаться в расследование уголовного дела об убийстве школьницы, а именно направить депутатский запрос в Генпрокуратуру и Следственный комитет России. На своей странице в одной из социальных сетей Сергей Абрамов написал «Ко мне обратился адвокат подозреваемого Александра Эндерса. Эндерс взят под стражу и обвиняется в убийстве Веры Захаровой. Считаю правильным обратиться к руководителям областной прокуратуры и Следственного комитета по тем пунктам письма подозреваемого, который необходимо проверить с их стороны на предмет законности и достоверности. Запрос готовлю». К написанному депутат прикрепил отсканированные листы письма Александра Эндерса. По словам адвоката, его подзащитный составил письмо сам, после чего отдал своему законному представителю для редактирования и перепечатки. С печатным вариантом Александр Эндерс согласился, заверил его и попросил законного представителя передать готовое послание Сергею Абрамову. В своем письме Александр Эндерс указывает на то, что во время содержания под стражей в Белогорске ему угрожали сексуальным насилием. Помимо этого, обвиняемый в убийстве не согласен с ходом расследования сразу по нескольким пунктам. Собранные ранее следствием доказательства, его якобы невиновности не учитывают сейчас. Помимо этого, пишет Эндерс, причина смерти девочки до сих пор не доказана. Элементом морального давления обвиняемый считает то, что ему не разрешают свидание с семьей. Также он пишет, что один из следователей попросил брата его жены и мамы Веры Захаровой, Аркадия, дать показания против Эндерса. Адвокат утверждает, что любой блок письма его подзащитного подтвержден документально. Сергей Абрамов подтвердил, что у него в распоряжении есть копии документов, которые ему передал адвокат. Фрунзенский суд Владивостока продлил до середины августа срок домашнего ареста бывшему главе Уссурийской Тихоокеанской мостостроительной компании Виктору Гребневу, обвиняемому в крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. 18 мая решением Приморского краевого суда, рассмотревшего апелляционное представление прокуратуры, Гребнев был помещен под домашний арест. Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока не удовлетворил ходатайство следствия об аресте Гребнева и отпустил фигуранта дела под залог в 1 миллион рублей. Прокуратура обжаловала это решение в краевом суде и требовала заключить фигуранта дела под стражу. По мнению прокуратуры, находясь на свободе, бывший директор ЗАО ТМК может препятствовать расследованию уголовного дела. Виктор Гребнев, руководивший предприятием до сентября 2014 года, обвиняется по статье «Мошенничество, присвоение или растрата и злоупотребление полномочиями». По версии следствия, действия из корыстных побуждений с 2012 года до осени 2014 года экс-начальник заключил заведомо невыгодные для ЗАО ТМК договоры поручительства, похитив более 288 миллионов рублей. Также по данным следствия, Гребнев, вопреки интересам ТМК, заключил ряд договоров аренды и поручительства, ущерб от которых для компании превысил 130 миллионов рублей, вследствие чего ее экономическое положение заметно ухудшилось. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Выпуски нашей программы вы можете посмотреть на портале asn24.ru и выходя из дома помните, что осторожность никогда не бывает лишней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин